Добрый день, уважаемые коллеги, рада вас приветствовать. Меня зовут Анна Хасина, я психолог, эксперт по медицинской коммуникации и дружелюбному сервису в медицине. Мы с вами находимся на круглом столе, посвященном такой острой теме про обсуждение коммуникации с пациентами относительно конца жизни. Мы поговорим сегодня, и я благодарна гостям, которые согласились прийти и эту тему обсудить. Ойбек Тургунхужаев, куратор направления неврологии сети клиник «Семейная» и врач-невролог кафедры неврологии экстрапирамидного центра ФМБЦ Бурназяна. Ойбек, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. И с нами на связи из Санкт-Петербурга доктор Ганна Владимировна Моменко, онколог-химиотерапевт, онкомамолог и дерматоонколог Центра амбулаторной онкологической помощи отделения химиотерапии. Ганна Владимировна, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, очень приятно. Спасибо большое, что пришли. Поводом для нашей сегодняшней встречи послужил пост в телеграм-канале, который ведет доктор Тео со своим коллегой терапевтом Василием Купрейчиком. В этом посте авторы телеграм-канала выложили статью американского коллектива авторов, статья называется «Preferences for communication about end-of-life care in atypical Parkinsonism» «Предпочтение пациентов относительно коммуникации относительно конца жизни» эти пациенты с атипичным паркинсонизмом. Авторы статьи провели анализ пациентских воззрений по вопросам терапии конца жизни и рассматривали самые разные вопросы реанимации, отказ от реанимации, завещание мозга, как пациенты хотели бы провести этот конец жизни и так далее. Нужно сказать, что эта статья 2019 года мне в рамках рассмотрения вопросов коммуникации доводилось встречаться и с более ранними статьями, которые посвящены примерно тем же вопросам относительно пациентов с неврологической патологией, с онкологическими заболеваниями и других групп пациентов. Мне стало очень интересно, насколько эта проблематика специфична для России. Доктор Тео, хотела вам адресовать первый вопрос. Насколько часто вам лично приходится обсуждать с вашими пациентами, как у них будет устроен конец жизни? Это очень важный вопрос в том плане, что в принципе у меня достаточно такое стойкое впечатление, что данная тема, она немножко избегается, как и профессиональным сообществам, так и пациентским сообществам. И в процесс своей клинической работы я сталкиваюсь с такими разговорами крайне редко. В большинстве своем такие разговоры поднимают семьи, и чаще всего не сам пациент, а именно члены семьи. Это раз. Второе. Тогда, когда мы обсуждаем с пациентом такие вот вопросы, то есть я обычно в момент постановки диагноза, либо на достаточно коротких последующих встречах после постановки диагноза, я всегда задаю вопрос, интересно ли им узнать о природе этого заболевания и к чему это может привести. В ответ в большинстве случаев я слышу, что мне это неинтересно, и надо двигаться только вперед, мы будем стараться. И вот как-то они дают мне знать, что сейчас не время. Но вот если мы возьмем вот эту статью, чем она интересна, и почему мы решили именно эту статью опубликовать, потому что авторы поднимают достаточно важный вопрос в принципе обсуждения конца жизни у пациентов с атипичным партенционизмом, но там больше делается аспект на заболевания, которые захватывают именно коэффективные функции. То есть принимать решение пациент может на ранних стадиях заболевания, на поздних стадиях он уже не сможет принимать решение. Но, как я сказал, на ранних стадиях большинство пациентов не хотят либо не готовы не слушать эту информацию, не анализировать ее каким-то образом. Примечательно, что за всю свою пока еще короткую клиническую карьеру я встретил только одну семью, пациентка, дети которой подошли, прямо сказали, что ну выглядит так, что пациентка уже находилась в стадии тяжелой деменции. Я с ней встретился, когда она уже была на середине своего заболевания. И задали вопрос о том, как оформить документы о том, чтобы завещать свой мозг на научное исследование. Это первая и единственная пока семья, которая в принципе самостоятельно вышла с этим вопросом. Но, конечно же, я ничего не смог им ответить на этот вопрос, просто потому что, насколько мне известно, опять-таки, банка мозга именно с целью изучения мозга в России не существует. Я предлагаю вернуться к вопросу завещания разных частей пациента, мозга в том числе, чуть позже. Я хотела адресоваться все к той же статье. Я ее, когда внимательно читала, обратила внимание на то, что весь пациентский пол, который попал в периметр исследования, разделился примерно на три равных части. Треть пациентов вообще не хотели обсуждать вопросы конца жизни. Треть пациентов хотели обсуждать, но предпочитали, чтобы врач подождал, пока они сами начнут разговор. И треть хотела обсуждать и хотела, чтобы врач инициировал этот разговор. Ганна Владимировна, как это по вашему опыту, как это происходит у онкологических пациентов? К сожалению, несмотря на то, что в наш век высоких информационных технологий многое делается для того, чтобы на достаточно ранних этапах можно было верифицировать злокачественное образование органов систем у человека, все равно, конечно же, есть определенный процент пациентов, которые попадают на прием к онкологу, когда они уже имеют третью либо четвертую стадию заболевания. При этом, если они имеют также тяжелые сопутствующие патологии, которые не купируются никоим образом, пациенты не принимают должное лечение для того, чтобы сопутствующие сердечно-сосудистые патологии или патологии органов дыхательной системы как-то стабилизировать, мы имеем в такой ситуации пациента практически на термальной стадии. И, конечно, достаточно терминальной, извините. И достаточно сложно вести с пациентом вопросы о конце жизни, особенно когда он только пришел на первую консультацию, на первый прием, и он хочет услышать что-то ободряющее после того, как огромная вереница врачей, эндоскопистов, рентгенологов, которые оказывают большую помощь в стадировании опухолевого процесса, говорят ему о том, что вот у него проблема есть здесь, здесь. Конечно, от онколога-клинициста он хочет услышать что-то ободряющее. Поэтому, наверное, все-таки мы на первичных приемах, на первичных консультациях с пациентом стараемся его приободрить, нежели чем сразу вести речь о том, что вот как будут проходить его последние дни. Такая у нас позиция в онкологии. Ну вот примечательно, что я обратила внимание, что рядом с вами лежит книга «Навыки общения в медицине». Такая базовая, да, литература на русском языке. Сильверман и коллеги перевела моя прекрасная коллега Анна Сонькина-Дорман под ее редакцией. Вышла книга в 18-м, если я не ошибаюсь, году. На английском языке значительно большее количество литературы представлено. И очень надеюсь, что она будет переведена на русский. И в частности есть руководство по сообщению плохих новостей. То, что вы упоминаете, да, о том, вот как говорить пациенту. Мы многократно в рамках наших круглых столов это обсуждали. Чаще всего это протокол Спайкс, хотя есть и другие варианты. И всегда в руководствах написано, что врачу важно соблюдать баланс правды и надежды. То есть с одной стороны не обманывать пациента, с другой стороны не убивать пациента новостями. При этом, вот, например, было такое интересное исследование в 2011 году, опять-таки про неврологических пациентов, про пациентов с БАС, боковым амитрофическим склерозом. Вот из этой статьи я узнала, что сообщая диагноз пациентам с БАС, большинство врачей-неврологов упоминали о неизлечимом характере заболевания. Однако о том, что пациента через некоторое, иногда достаточно короткое время, ждут проблемы с вентиляцией, упоминали только 17% врачей. Ну, что, в общем, можно трактовать как сокрытие части значимой информации. С другой стороны, может быть, сама информация о том, что у пациента БАС являлась настолько тяжелой и шокирующей, что, в общем, дополнительно еще как-то усугублять. Может быть, врач принимал решение этого не делать. При этом и на первичной, и на повторных консультациях врачи-неврологи только в 11% случаев, то есть фактически каждый десятый, обсуждал разные варианты окончания жизни. И вот хороший вопрос, почему это не происходит, почему и кто, собственно, избегает этой темы, или, может быть, вообще не надо поднимать эту тему. Каково ваше видение? Вот насколько вообще в целом разговор о конце жизни является обязательным, или, может быть, можно его избежать? Я считаю, что пациент должен иметь абсолютно полную информацию о своем состоянии. Вопрос только в том, готов ли пациент эту информацию слышать. Я считаю, что неинформирование пациента или избегание разговора на такие темы складывается, по сути, наверное, из двух больших моментов – пациентского и врачебного. Пациентский момент – это ясно, да? То есть мы не хотим говорить пациенту о том, что… То есть пациент может быть не готов к этому, пациент может не хотеть этого слышать, и это мы можем просто спросить у него, готов ли он услышать всю правду, такую, какую мы ее видим, или же он пока не готов это сделать, да? Это раз. Второе складывается из врачебного такого момента. Значит, я его разделяю как бы на два глобальных момента, да? То есть первое, значит, страх как раз-таки разочаровать пациента и вызвать у него депрессию, да? И тем самым родить еще одну проблему сверх того, что мы имеем. Возможно, даже потерять пациента, да? То есть если мы пациенту говорим, что, ну, слушайте, у вас, там, предположим, боковой амитрофический слез, эта штука не лечится, ну, он пойдет к тому, кто скажет, что это лечится, и будет, по крайней мере, у него наблюдаться. И второй момент, возможно, внутренняя неуверенность врача, да? Потому что я лично сталкивался с ситуацией, когда со мной связывались коллеги, чтобы я мог приехать, изучить документы, и если это реально баз, сказать, транслировать эту информацию пациенту. Вот, то есть я вот думаю, что, наверное, вот из-за вот этих двух глобальных аспектов. Ну, и, наверное, самое последнее, что, наверное, не такое большое количество пациентов и врачей готовы, собственно, принимать и факт того, что, а, врач ничего не может сделать, и, б, собственно, что пациент за очень ближайшее время закончит свою жизнь. Это довольно сложный разговор. Канна Владимировна, если говорить про онкологию, насколько это сложный разговор? Ведь течение онкологического заболевания всё-таки имеет иной характер, нежели течение неврологического заболевания, ну, в среднем. Да, безусловно, соглашусь с вами. У нас в онкологии больше методов лекарственного характера, которые мы можем применять. То есть мы можем проводить большое количество достаточно различных линий химиотерапии. У меня, например, в данный момент наблюдаю пациента и веду его, и лечу, продолжая лечение. Восьмая линия химиотерапии. То есть мы с ним достаточно находимся в стабильной ситуации. У него нет прогрессирования, нет новых очагов. Всё, что было раньше, да, оно сохраняется, остаётся. Но главное, что новое ничего не появляется. И его самочувствие, его качество жизни достаточно на высоком уровне находится настолько высоко, что он может, выходя из медицинского учреждения, забывать о том, что он вообще лечение получает на данный период времени. Поэтому достаточно широкий арсенал сейчас есть в химиотерапии различных лекарственных средств, когда мы можем, собственно, подходить к одному методу лечения, если он не помогает, переходите к другому и так далее. Также у нас есть ещё лучевая терапия, не стоит о ней забывать, протонная. Поэтому всё же по поводу завершения жизни, наверное, мы всё-таки не так часто говорим, как нужно, только если лишь понимаем, что именно состояние пациента таково, то, что он просто физически не может химиотерапию воспринять, что риск погибнуть от лечения гораздо выше, чем от заболевания. В такой ситуации, конечно, иногда нам приходится отступать и начинать разговоры вести с пациентом о том, что же ждёт его в ближайшем будущем. У нас что в городе Санкт-Петербурге, что в Москве есть центры палиативной помощи для пациентов. Да, не все пациенты любят это слово «хоспис», но официально оно называется «государственное казённое учреждение по оказанию палиативной помощи пациентам с четвёртой стадией». Есть устаревшее, наверное, обывательское такое ощущение, что человека привозят в это учреждение, и всё, он больше оттуда не выходит. Но, к сожалению, это неверно в корне в своём, потому что такие центры оказывают действительно большую помощь, они позволяют провести корректирующую инфузионную терапию, помочь пациенту с стабилизацией гемоглобина, например, и вернуть его обратно к нам в стационар для проведения химиотерапии. Говорите, что в арсенале врача-онколога много разных инструментов, и довольно долго можно не подходить к разговору о конце жизни. То есть вы не верифицируете эту ситуацию как конец жизни. Вот есть восьмая линия химиотерапии, можно ещё что-то попробовать. Мне интересно, возникает ли ситуация, когда пациент отказывается? Не то, что вы как врач видите, что пациент излишне слаб, и он не переживёт химиотерапию, но когда пациент самостоятельно принимает решение, что он больше не хочет продолжать лечение. Бывают ли такие ситуации? Да, к сожалению, такие ситуации бывают. Чаще всего они случаются, наверное, по причине того, что пациент не готов, он находится на той стадии, когда он ещё свой диагноз не принял. Все мы знаем про степень непринятия заболевания, гнева, шоком, гнева, отрицания, торг, депрессия и принятия. Соответственно, он может просто попадать на лечение на том этапе, когда он ещё не принял своё заболевание и не готов обсуждать вопросы о лечении. В нашем учреждении, я работаю в городском консультативно-диагностическом центре номер один, бывали такие ситуации, когда всё, вот у нас есть заключение врачебной комиссии, мы ждём пациента на лечение, его записывают родственники, потому что сам он не соглашается записаться на приём, и он на приём не приходит. Но мы всё же таки эмпонируем пациенту. Нет такого подхода, что ну не пришёл, ну и ладно. У нас есть его данные. Я имею в виду в плане телефона. Конечно, выезжать к нему на дом, наверное, не стоит, чтобы человека не шокировать, но позвонить мы ему можем. И в мягкой форме достаточно попытаться сказать, что вот если он передумает, то мы готовы в любой момент времени пригласить его на лечение. То есть мы как бы всегда оставляем дверь открытой, даём пациенту шанс, если он передумает, вернуться к нам, прийти на лечение. Вы за жизнь, вы за активную позицию. Всё-таки оптимистично стараюсь быть настроенной. Справедливо упомянули, что в неврологии ситуация зачастую бывает иной, и в арсенале врача-невролога не так много действенных инструментов. Врач может во многих случаях диагностировать заболевание и, собственно, констатировать, что пациент будет ухудшаться быстрее или медленнее. Каким-то образом вы сможете поддерживать его качество жизни, но, в общем, принципиально сделать с этим вы ничего не сможете. К сожалению, это так. Да, то есть не зря существует такая шутка, что неврологи у них там, они умеют красиво пациента смотреть, ставят красивые диагнозы, а сделать ничего не могут. Много знают, мало могут. Абсолютно, да. Но это, конечно же, слава богу, меняется. С течением времени мы можем всё больше и больше, у нас появляются новых инструментов. Но, конечно же, большая группа заболеваний, такие как нейродегенеративные заболевания и болезни моторного нейрона, мы, к сожалению, там мало что можем сделать. Но у нас сейчас появляется достаточно дельный инструмент, как реабилитация, адаптация. Да, то есть те же пациенты с болезнью моторного нейрона, мы для них можем многое что сделать, чтобы поддержать качество их жизни. Одним из таких, наверное, ярких примеров, это был Стивен Хокинг, который прожил достаточно много времени. Очень много. После диагностики 50 лет. Порядка 50 лет, да, и реабилитационные возможности позволили ему приобрести голос, он смог там достаточно много всего сделать. Знаете, а я видела Хокинга. Он выступал на конференции, в которой я принимала участие. Это было за 2 или 3 года до его смерти. Очень сильное впечатление. Да. Вот, то есть мы можем это сделать, потому что пациенты ведь зачастую умирают не от неврологического заболевания, они умирают от болезни лежачих пациентов, а это проблема ухода. И это как раз-таки вопрос о том, насколько важно для нас, как для неврологов, понятие палиативной помощи и хосписов. Это немножко демонизированная такая тема. Люди и вправду очень... Да, как Анна Владимировна сказала. Абсолютно верно. Я полностью согласен, что для семей слово хоспис означает, что врач такой, ну что ж, я умываю руки, в общем-то, тут все закончено, в общем, мы подождем, пока он умрет, и вы заберете тело. Это ведь не так. Хоспис – это гигантская помощь семьям, которые не смогут обеспечить тот уровень ухода самостоятельно дома, какой могут обеспечить в хосписе. Да, другой совершенно вопрос, это уровень хосписа, это совершенно другой вопрос, который мы трогать не будем. Но вот, например, если мы возьмем пациента с деменцией, то есть учреждения, например, некоторые в Москве, которые могут в достаточной степени обеспечить уход, комфорт и нормальный уровень проживания пациента. И фактически спасти семью, потому что в противном случае все бремя ухода за пациентом с деменцией ложится на родственников, которые не получают... При неврологии, то есть у неврологов два пациента, это сам пациент и его партнер. Поэтому здесь очень важна помощь хоспису, это правда. Я вот упоминала, что есть данные про то, что большинство врачей-неврологов сообщают пациентам о хроническом инвалидизирующем смертельном характере БАС. Это было исследование более позднее, чем то, на которое я сейчас хочу сослаться. В 2008 году Бернетт сделал исследование, опубликовал статью о том, что врачи-неврологи могут не сообщать пациенту значимую медицинскую информацию, а в первую очередь руководствуясь ложным пониманием донатологических принципов. Это американские реалии, зарубежные. 2008 год и среди основных областей утаивания информации, там есть какие-то финансовые, которые нас в меньшей степени интересуют. И вот был такой пункт сокрытия от пациента диагноза в случае неизлечимого инвалидизирующего заболевания. Приходится ли вам сталкиваться с подобным в вашей практике? Может быть, вы становитесь доктором, к которому приходят за вторым мнением? К сожалению, да. Это очень сложно. И буквально на днях у меня была ситуация, когда я увидел пациента 88 лет, который 8 лет наблюдается диагнозом болезни Паркинсона. При этом, при всем, это не болезнь Паркинсона ввиду глубочайшей деменции, многолетней уже зависимости от ухаживающего лица, отсутствия ответа на классические препараты и так далее, и так далее. Удивительно, что они обратились ко мне для того, чтобы получить какое-то энное мнение. И когда я транслировал мнение о том, что это не выглядит как болезнь Паркинсона, это заболевание, которое я классифицировал как деменция с тельцами леви, то, конечно же, у семьи был глубочайший шок, потому что первый вопрос, который у них возник, получается, все это время было неправильное лечение. Но суть в том, что атипичные паркинсонизмы, на то и они и паркинсонизмы, что глобально лечение ровно одно и то же. Вопрос только в том, какой пациент с какой скоростью будет прогрессировать, какие дополнительные симптомы будут плюс к его паркинсонизму. Или, например, ситуация, когда пациентам ставят опять диагноз болезни Паркинсона, и мне приходится ставить атипичный паркинсонизм. К счастью, я знаю врача, который ставит первый диагноз, я могу с ним связаться, я досвязываюсь, обсуждаю, выясняю ситуацию. Очень часто я слышу такой ответ, что я не хотел расстраивать пациента и, в общем-то, лишать его надежды, поэтому я ставил болезнь Паркинсона. Но информирование пациента в том плане, что у вас болезнь Паркинсона, пейте леводоп, и все у вас будет хорошо, на мой взгляд, это, по сути, близко к ложе, потому что атипичный паркинсонизм развивается не так. И очень много мы видим пациентов, которые приходят к врачам злые либо расстроенные, потому что им поставили диагноз болезни Паркинсона, в интернете они прочитали, что они положат рот леводопу и расцветут, а этого не происходит. Ну так это еще чудесные пациенты, у которых нет леводопофобии и врачей. Да, и это как бы двойная такая, тройная проблема, где мы должны отрулить, закрыть вопрос коллегиальности, вернуть надежду к медицине и еще постараться как-то сказать пациенту, что то, что у него там атипичный паркинсонизм, это не значит, что все закончено. То есть это как бы задача с тремя неизвестными, это очень сложно. Поэтому да, я встречаю достаточно часто такую. Как интересно. Возвращаясь к онкологическим пациентам, вот у врача-онколога в арсенале много средств. Врач-онколог готов биться до самого последнего, где только есть надежда, и даже звонить пациенту и уговаривать его продолжать лечение в ситуации, когда у пациента опустились руки. В чем тогда, на ваш взгляд, ценность разговоров о конце жизни, если она вообще есть? В чем их смысл? Зачем их вести? Дело в том, что область онкологии, все мы понимаем, насколько она обширна и разнообразна. И бывают процессы, когда мы сталкиваемся с опухолью, например, высоко дифференцированной, которую мы можем контролировать, она отвечает на лечение, получаем хорошие результаты. Но бывают, например, и чаще, к сожалению, это проблема современности, касательно девушек, женщин. Есть такой тип опухоли, как трижды негативный рак молочной железы. И если он выявлен на достаточно поздних стадиях, то мы вряд ли сильно, кардинально что-то можем сделать. А возраст, который, собственно, чаще всего встречается в данном заболевании, он достаточно молодой, то есть порядка 40-45-50 лет. То есть это женщины в расцвете сил, которые вот она еще вчера работала активно, у нее семья, дети, которые еще несовершеннолетние. И она хочет видеть, как они взрослеют, как следить за их победами, успехами. Она хочет развиваться, она хочет что-то делать для своего дома, у кого-то ипотека, кредиты. И просто, но при стадировании она понимает, что у нее не так много времени остается. Конечно, это сугубо индивидуальный вопрос, но это может быть полтора, два, три года максимум. И в такой ситуации женщина, конечно, хочет заранее понимать, на что ей уже сейчас нужно обратить внимание, потому что все мы живем в погоне за развитием, все мы стараемся очень много времени уделять работе, что-то развиваться, куда-то двигаться вперед. Семья иногда даже остается на заднем плане. Но вот мне встречались исследования, опросы, которые проводились у пациентов, когда в возрасте 80-90 лет на пороге уже завершения жизни, о чем они сожалели больше всего, что они не успели в жизни сделать, что бы они поменяли в своей жизни, на что бы, если бы у них была возможность пережить ее заново, на что бы они свое время больше распределили. И, насколько я помню, там ни один человек не упоминал о том, что вот было бы у меня еще время, я бы там накопил на Феррари или какое-то материальное благо себе приобрел. По большей части пациенты, люди говорили о том, что они бы хотели больше проведить времени с семьей, они бы хотели больше времени путешествовать. Вот когда у достаточно молодого человека остается достаточно малый промежуток времени, конечно, ему в первую очередь хочется закрыть вопрос с работой и все свое возможное время посвятить своей семье, запомнить их, и чтобы они тоже запомнили своего родственника в активном состоянии, способным обеспечить самостоятельный уход. Вот, а не слабым и беспомощным. Вот этот вопрос, а сколько мне осталось, это, наверное, один из первых вопросов, который волнует пациента, находящегося на пороге ухода из жизни. Если говорить про статью, на которую вы ссылались в телеграм-канале, то еще вопросы, которые очень сильно волнуют пациентов, это прогнозы не только относительно продолжительности жизни, но и всякие фактические аспекты, как я буду дышать, как я буду есть, сколько я буду в собственном сознании, как быстро будет развиваться деменция, насколько я стану обременением для моей семьи. И я напомню, что речь идет о зарубежном исследовании. Очень волновали пациентов вопросы, кто и как сможет оказывать мне поддержку, какая есть группа поддержки, может быть, форумы. Вот если говорить про российских пациентов, опять же, по вашему опыту, какие вопросы волнуют их? Вот вы упомянули продолжительность жизни. Что еще? Конечно, в первую очередь, всех интересует качество жизни. Насколько человек может самостоятельно обеспечивать себя в плане гигиены, питания и так далее. Да, бытовое обслуживание. Также многие задаются вопросом, а что касательно болевого синдрома? Потому что бывают ситуации, когда болевой синдром настолько выражен, а ни один из имеющихся препаратов, даже сильные препараты, которые у нас назначаются только по рецептам, можно приобрести в аптеке, даже они могут не помогать. И в такой ситуации тоже человек задается вопросом, а как, что дальше делать, как быть дальше. Также многие пациенты, несмотря на то, что проходят химиотерапию, стараются, тем не менее, и на работу поспеть. То есть, да, есть пациенты, которые сразу, когда приходят на первичные приемы, и мы ведем речь о том, что будет длительный период лечения, например, 6 месяцев, они берут больничный лист и спокойно занимаются лечением, занимаются собой, семьей. Но есть пациенты, которые получают химиотерапию и на следующий же день идут на работу. Поэтому тоже это немаловажный вопрос, понимать, какие побочные эффекты будут, в каком состоянии будет человек, сможет ли он нести свой боевой пост. Опять же, я хотела сослаться на статью. Она вышла в 2015 году. И в этой статье авторы обсуждали, в чем, собственно, цель коммуникации относительно конца жизни, и сформулировали это следующим образом. Вот эта цель состоит в том, чтобы создать общее понимание ценностей и предпочтений человека в отношении ухода, и результатом такого рода беседы или серии бесед должен стать план ухода, который согласуется с этими ценностями и предпочтениями. Вот фактически о чем вы говорите. Для кого-то важна работа, важно поддерживать ядро своего социального я. Для кого-то важно не стать обременением для семьи. И в этой связи у пациента могут возникать разные идеи. Есть совершенно отличающиеся от, скажем, зарубежной традиции российской, обсуждать разные варианты ухода. Было ли такое в вашей практике, что пациенты впрямую заговаривают о том, что как-то хотели бы влиять на то, как они уходят из жизни? Пока не было ни одного. Но в теме ухода у меня лично появляется такая вот внутренняя тревога в отношении того, насколько мы свободны в позволении выбора вида ухода. Потому что тут же оно такое. То есть, например, если мы говорим о той же самой Америке, они подписывают определенное соглашение о том, что им в случае клинической смерти их не реанимировать. Вот мне крайне сложно представляют юридические аспекты ровно вот этого не реанимирования в условиях России. Это невозможно сделать в условиях России. Абсолютно. В таком случае мы уже не обсуждаем варианты ухода. То есть, у нас только один вариант. Мы будем, извините за грубую аналогию, шарахать электрическим током до тех пор, пока сердце само по себе не запустится, либо пока не пройдет необходимое время. И мы на это никак не повлияем. Поэтому, наверное, из-за этого, собственно, разговоров никаких не происходит. Как это происходит в онкологии? Приходилось ли вам сталкиваться с подобными запросами от пациентов? Бывали случаи, когда пациент опускал руки и говорил, что он не хочет дальше продолжать лечение, потому что ему тяжело, у него выражены сопутствующие, выражены осложнения лечения, которые не так даже тяжело само лечение переносить в плане приема препаратов, как побочные эффекты от него возникающие. Но так, чтобы пациент самостоятельно приходил и говорил, что я вот хочу закончить жизненный путь, такого не было. Есть пациенты, которые готовы приостановить лечение, но некоторые из них, 50% они потом могут вернуться к этому лечению, сказать, нет, знаете, я вот передумал, отдохнул немножечко и снова готов ступить в бой. А кто-то, конечно, да, может и перестать хотеть дальше продолжать лечение. В такой ситуации, конечно, он подписывает отказ о том, что он берет на себя ответственность о прекращении лечения, ему разъясняются все последствия, потому что я, как правило, говорю пациентам, что не стоит ожидать, что вот он сейчас откажется от лечения, выйдет за пределы кабинета, и все, его жизнь молниеносно закончится. К сожалению, наше-то лечение даже на поздних стадиях оказывает поддерживающий эффект, когда пациент, шатка-валка, может все-таки себя более-менее удовольствием чувствовать. Если же он не получает никакие препараты, никакие цитостатики в поддерживающей дозировке, то опухолевые клетки так или иначе начинают захватывать все больше и больше пространства, но это не молниеносный быстрый процесс, а достаточно длительный, который может растянуться на месяцы. Поэтому я все-таки каждый раз стараюсь своим пациентам наиболее подробно рассказать, что их ждет, сориентировать их более-менее по срокам, но тоже очень сложно, конечно, говорить, что вот через такой-то период времени будет то-то и то-то. Одному только Богу известно, что с человеком случится. Но так вот ориентиры, какие-то общие мазки я, конечно, стараюсь пациенту дать. Всегда есть еще родственники. Очень эффективный механизм в Одессе — это родственники. Да, согласна. Ситуация лично в неврологии, когда мы сталкиваемся, например, с депрессией при той же самой болезни Пушкинсона, или же если мы возьмем пациента с хроническим болевым синдромом, отличным решением является с пациентом согласиться, а потом вызвать родственника или связаться с родственником и уже воздействовать и оказывать влияние через родственников. Чаще всего это либо дети, либо жены, ну или супруги, скажем так. Очень часто, лично, по крайней мере, в моей практике это очень сильно помогало. То есть особенно в ситуации, когда я понимал, что человек в депрессии, и это заставляет его отказываться от того же самого лечения, я вот, собственно, убеждал в общем-то родственников о том, что ему нужны антидепрессанты, а уже родственники брали на себя ответственность убедить пациента принимать таблетку. И, собственно, на этом фоне происходило определенное изменение. И решение тоже уже было иным. Опять же, сошлюсь здесь на исследовании 2005 года, зарубежное исследование, до 50% пациентов с болезнью Паркинсона, страдающих депрессией, не лечатся. Вопросы конца жизни 30% пациентов с болезнью Паркинсона не обсуждали со своим врачом, вообще никак не поднимали. В то же время, если мы говорим про то, что вопросы конца жизни, вообще разговор о конце жизни, это разговор о том, такое некое исследование того, как устроено предпочтение пациентов, и планирование вот этого конца жизни в соответствии с пациентскими предпочтениями. Вот здесь, мне кажется, имеет смысл адресоваться к семье, которую вы упомянули в самом начале, которые хотели такой донейшн мозга сделать. Бывает ли такое в вашей практике, Гадла Владимировна, что пациент хочет пожертвовать мозг, органы? В плане обследования, в плане изучения лично ко мне не обращались пациенты с тем, что вот, пожалуйста, возьмите меня на исследование, то есть я готов подписать какие-то бумаги. Такого не происходило, но на этапе врачебного становления, будучи еще студенткой, мне довелось на базе Санкт-Петербургского государственного университета на кафедре нормальной анатомии. У нас были учебные пособия, это были пластинаты, то есть живые люди приходили к своим лечащим врачам. К сожалению, вот поскольку я еще на тот момент не интересовалась, именно не задавалась вопросом этически, как это было все, к кому приходили, куда писали, но при... Ну вот, у нас было несколько так называемых пластинатов, образцов людей, которые написали при жизни согласие на то, что они отдадут свое тело науке, и потом специальные люди, умеющие, смогли привести их тела в такое состояние, вводя специальные красители, специальные вещества силиконовые, для того, чтобы студенты потом могли просто пальпаторно пощупать мышцы, увидеть сосуды, как это не в учебнике на картинке, а вживую. И, конечно, для студента это очень ценно, когда ты можешь не только услышать или увидеть 2D-картинку, но в трехмерном пространстве увидеть настоящее тело, настоящие органы. Ну и, конечно, опять же, в студенчестве была возможность на той же кафедре нормальной анатомии препарировать, то есть помогать своему куратору, учителю в подготовке фрагментов также завещанных для того, чтобы будущим поколениям студентов тоже можно было подобные пособия делать. Я как психолог и эксперт по медицинской коммуникации не сталкиваюсь с пластинатами и с телами. Я ординатором на кафедре показываю фильм, старенький фильм, называется «Цветок моей тайны», это художественный фильм, и в самом начале этого фильма есть учебный разговор с симулированным пациентом. Два врача сообщают женщине, да, это такая постановка, сценка, как бы сообщают этой женщине о смерти ее сына, о смерти мозга ее сына, то есть тело сына живо, мозг поврежден, необратимо, он умирает, его надо отключать от препаратов, поддерживающих жизнедеятельность. И задача перед этими врачами двоякая. Во-первых, сообщить скорбящей матери, донести до нее эту информацию, она ее не принимает, и второе, это попытаться обсудить с ней возможность использовать органы, в частности мозг, для науки. Есть ли в практике российского врача такая задача? Бывают ли такие разговоры? Я очень даже допускаю, что, наверное, бывает, так как у нас же есть трансплантология, да, но, честно говоря, я вот пока себе не представляю, как построить такой разговор. Будучи работая в реабилитации, мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда, например, человек приходит, перенес инсульт, при этом, например, работал художником или же гитаристом, ну, музыкантом каким-нибудь, а там полная облегия руки. То есть мы смотрим на прогностические маркеры, то есть мы делаем дообследование, там определенный вид нервизуализации, нейрофсиологические тесты, и мы видим, что сигнал с мозга до руки не доходит в установленные сроки. Мы понимаем, что эта рука не будет функциональной, да, то есть он этой рукой больше рисовать или там играть на каком-то инструменте не будет. И вот это тот момент, где, собственно, нам приходится рассказывать довольно плохие новости пациенту. И, исходя из этих новостей, я могу сказать, что лучше всего на первой встрече этого не делать, да, то есть даже если человек пришел вот с таким пакетом исследований, нужно вот изучить эти документы, узнать, что пациент уже об этом знает, как он вообще на это настроен, если он настроен, это негативно посеять зерно того, что, скорее всего, я тоже скажу какую-то негативную историю, и пусть он пойдет, хотя бы банальный анализ крови сделает, осмыслить и подготовиться к тому, что вот на следующий раз он придет, банальный анализ крови, но он уже психологически будет готов к тому, какой формат разговора будет. Вот. И, ну, как-то так. Ну, мне сложно представить, чтобы я мог такой разговор провести с живым человеком. Традиции в России действительно нет. Не то, чтобы с живым человеком, а именно с матерью, ребенка, который внешне выглядит живым, внешне, да, то есть он даже, ну, то есть может какие-то спинальные рефлексы могут происходить, да, там, подергивание рук, ног, но если мозг мертв, то он мертв, да, и мы с этим уже ничего не сделаем. Как это в онкологии происходит? Бывает ли такое, что вы разговариваете, например, с родственниками о том, что там пациент умирает, это будет очень быстро, и там перспективно он мог бы послужить науке, его органы, его мозг? Бывает ли такое в практике врача-онколога? Я хотела бы сказать, во-первых, согласиться с коллегой по поводу того, что очень важно не только вербально, но и невербально ловить эмоциональные проявления пациента, чтобы уметь в нужный момент времени правильную информацию предоставить. Поэтому, как в помощь мне вот эта прекрасная книга «Навыки общения с пациентами», Калгари-Камбриджская модель, поведение общения с пациентом очень даже этому способствует. Однако же, что касательно именно онкологии, мы понимаем, что предложить органы, погибающие от онкологии пациента, для трансплантации мы ни в коем разе не можем, потому что все понимают, что процесс распространения опухолевого процесса, вторая флотология получается, распространение опухолевых клеток осуществляется, как правило, через кровеносные лимфатические сосуды, и даже если мы не видим метастазы в том или ином органе, никто не знает, никто не застрахован, что в этом органе нет микрометастазы. То есть органы от пациентов с онкологией не пересаживаются. Что касательно науки, да, наверное, можно было бы вести подобные разговоры с пациентами, однако я так понимаю, что на данный момент может и нет такой острой необходимости в органах онкологически больных людей для того, чтобы проводить какое-то дополнительное дообследование. Все, что у нас сейчас активно патоморфологические аспекты в Российской Федерации развиваются, поэтому для того, чтобы способствовать этому процессу, не требуется целикого части тела человека. Сейчас достаточно просто фрагменты ткани, где имеется опухолевое поражение, либо небольшое количество крови для определения генетических мутаций к тому же, к примеру. Поэтому, наверное, на данный момент нет острой необходимости вести с пациентом разговор о том, чтобы он завещал свое тело науке. Если я правильно вас слышу, обращая внимание в том числе на невербальные сигналы, мне кажется, что такого рода разговор был бы весьма тяжелым и обескураживающим необходимость его вести. Это очень согласуется с моим представлением. Я, когда работаю с ординаторами, сама идея, что можно с живым человеком говорить о том, что он будет завещать свои органы, неважно для трансплантации, для научных изысканий, настолько болезненно для врача. И я это раз за разом наблюдаю, что молодые врачи, которые еще не погрузились в лечение пациентов, прямо отпрыгивают от меня, как будто это такая тема табуированная. Собственно, мы с этого и начали. И не в последнюю очередь сложность этой темы связана, во-первых, с дефицитом навыков коммуникации, такой недостаточной коммуникативной компетентности. Я здесь снова и снова обращаю внимание на необходимость развития этой темы в обучении практикующего врача. И я бы сказала, что есть еще один аспект, это сложность и незнание, как обсуждать этические аспекты. Вот все, что касается этики, не то, что юридически обусловлено, не то, на что у нас есть, скажем, федеральный закон, а то, что регламентируется какой-то совестью и общими представлениями о этических принципах. По крайней мере, на этих прекрасных ординаторах я вижу большой дефицит, в том числе и практики обсуждения подобных вопросов, всяких этических дилемм, можно или не можно, в какой момент можно, с кем, какими словами. Подходить к такого рода обсуждениям имеет смысл, конечно, через, с пациентом я имею в виду, через многократное обсуждение внутри профессионального сообщества, внутри врачебного сообщества. И вообще, в принципе, должна возникнуть потребность в обсуждении таких вещей. То есть, мы много сегодня говорим про завещание органов и тел. То есть, этот вопрос, например, будет актуальным и появится некий спрос на такие коммуникативные моменты, тогда, когда будут создаваться такие центры и все врачи и люди, которые будут заниматься созданием такого центра, они будут понимать, зачем это нужно. То есть, например, сегодня, предположим, что завтра я закончил РУДН, РУДН вдруг решит создать банк мозга. Мне крайне сомнительно представляется, зачем я должен с пациентом очень много времени обсуждать для того, чтобы взять его мозг потом на обследование. Потому что вопрос того, как происходят вот такие исследования, например, за рубежом, оно все исходит из-за активного влияния научного сообщества на пациентское сообщество. Там есть очень сильные пациентские группы сообщества, где, собственно, пациенты, когда научные сотрудники им транслируют, они уже начинают понимать и распространять на своем языке внутри, назовем это так себе, подобных. Но это грубые аналоги, но такое вот слово. До тех пор, пока у нас нет сильных пациентских сообществ, например, вот сейчас одним из сильных пациентских сообществ это сообщества редкие люди в неврологии, то есть там редкие неврологические заболевания, но не только неврологические. Ну и, наверное, сюда можно добавить пациентское сообщество, например, Стоп Паркинсон, они тоже достаточно активно сейчас развиваются. Я думаю, что в ближайшее время, если они, ну то есть развиваются и мы сможем объяснить, зачем это нужно, и появятся нужные ресурсы для того, чтобы создать такой исследовательский центр, тогда появится потребность развития такого рода коммуникативных моментов. Просто оно же такое, мне, это лично мое мнение, мне так кажется, до тех пор, пока мы не можем этого сделать, ну типа, ну вот, предположим, вот мне не нужно изучать китайский язык, потому что я это в клинике, ну не использую. Поэтому я не развиваю навыки коммуникации, терапии конца жизни, просто потому что я на это повлиять-то не могу. Почему, собственно, я затеяла этот разговор про этические аспекты? Потому что, опять же, у нас есть эвиденс, есть исследования, которые показывают, что собственные воззрения врача на то, как должен быть устроен процесс умирания, очень сильно влияют на то, как он обсуждает это с пациентом. Ну, врачи тоже живые люди, у них тоже есть воззрение про то, как должен быть устроен конец жизни, есть собственные страхи, есть собственные отношения к смерти, есть культурно обусловленные ментальные аспекты. И это, конечно, все очень сильно влияет на то, насколько врач готов и какими словами, и насколько он комфортно себя чувствует в обсуждении с пациентом. Тут есть еще один момент. Это коммуникация между специалистами. Приведу очень простой пример. Вот в ковидную эру наверняка многие из наших коллег, да и я в том числе, мы потеряли достаточно большое количество пациентов. У меня была пациентка, которая страдала достаточно редким аутоиммунным заболеванием, которое привело к тому, что все ее тело сковало. И для того, чтобы лечить ее вот это скованное тело, мы должны были использовать препараты, которые, по сути, убивают ее иммунную систему. И когда мы это сделали, она неудачно захватывает ковид, и она попадает в больницу. Проблема заключается в том, что давайте сделаем такой мыслительный эксперимент. Вот мне пациентка транслировала, что она не хочет быть реанимирована или подключена, например, к искусственной почке. Проблема тут заключается не в моем желании осуществить ее последнее желание, да, какое-нибудь, а проблема заключается в том, что, представьте себе такой момент, я звоню врачу, который сейчас обеспечивает уход пациента в реанимации совершенно другой клиники, я ее вообще знать не знаю. Я звоню, говорю, доктор, такая-то, пациентка, которая находится у вас, наблюдается у меня уже многие-многие годы. Последнее желание этого пациента было не подключать ее и не делать гемодиализ. Как вы думаете, что мне этот врач скажет? Ну, я думаю, что... Если вы так умны, придите, сами подпишите, отключите. И теперь возникает вопрос. Вся вот эта вот история вокруг обеспечения желания пациента не может быть в принципе осуществлена до тех пор, пока система контроля, наблюдения, оказания медицинской помощи, она будет устроена вот таким дискретным способом. То есть, каждый врач на каждом этапе закрывает какие-то свои вопросы, но нет вот этой его сцепки. Нет такого понятия, что, ага, значит, вы доктор такой-то, все, я понял, вы там наблюдали, все, я все сделаю и все будет хорошо. Такого нет и до тех пор, пока этого не будет, терапия конца жизни и вот желания пациента в конце, они просто невыполнимы. Это самый большой приятный на сегодняшний день. Да, я хотела бы добавить, что, да, необходима действительно преемственность, чтобы можно было, если пациент поступает в другое учреждение, действительно иметь связь хорошую, налаженную с коллегой для того, чтобы наиболее качественно по всем фронтам, со всех сторон помочь пациенту. Большое вам спасибо. Я вас благодарю за этот эфир и за такой, ну, в общем, непростой разговор. Доктор Тео, вы его затеяли своим постом. Игану Владимировну, спасибо большое, что вы готовы были к нему присоединиться. Спасибо большое слушателям, которые, да, зрителям, которые нас смотрели. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Пока.